Сегодня послание главы государства слушает и молодежь Павлодарской области. Подробнее об этом расскажу я, Сабин Рахимбай. Более 4,5 тысяч павлодарских первоклашек пошли сегодня в школу. В Павлодарской области стартовал месячник пожарной безопасности. И скольки этапов он состоит, узнала я, Валерия Степчук. Президент Казахстана Касымжумар Тукаев на совместном заседании Палат парламента обнародовал послание народу Казахстана. Казахстан в новой реальности – время действий, в котором представил стратегию дальнейшего развития страны. Глава государства выступил с рядом инициатив, направленных на повышение эффективности системы управления, экономики в новых реалиях, раскрытие промышленного потенциала, развитие сельского хозяйства, транспортно-логистического комплекса, малого и среднего бизнеса, финансовой сферы, модернизацию территориального развития страны и повышение социального благополучия казахстанцев. Более подробно об этом событии смотрите в нашем итоговом выпуске. Послание главы государства Казахстан в новой реальности – время действий – смотрела и молодежь Павлодарской области. Совместный просмотр был организован в Центре развития молодежных инициатив. Подробнее об этом в следующем материале. Совместный просмотр послания главы государства народу Казахстана в ЦРМИ стал традицией. Каждый год здесь собираются все яркие представители молодежи нашего региона, чтобы потом обсудить основные пункты и обменяться мнениями. Как отметил президент, что будет идти сокращение государственных служащих на 25%. То есть это, я думаю, очень будет эффективно, так как действительно многие вопросы, многие проекты, работу можно проводить меньшим количеством людей, наверное. И это позволит увеличить зарплату другим государственным служащим или направить на социальные вопросы населения. Также директору ЦРМИ запомнились слова главы государства об улучшении экологической ситуации в республике. Ведь любовь и заботу к окружающей среде надо прививать с ранних лет. В этом году послание было объемным, и каждый его пункт имеет большое значение для развития страны. Сабин Рахимба, Юрий Белевский, Ертис Ахпарат. В продолжении темы в своем послании народу Казахстана Касымжумар Токаев озвучил основные цели в развитии страны. В том числе были рассмотрены экономические и социальные вопросы. Принято решение о создании в структуре Народного банка комитета по денежной и кредитной политике. Агентство по защите и развитию конкуренции, агентство по стратегическому планированию и реформам и другое. Глава государства затронул и качество высшего образования. С прошлого года активно ведется работа по упразднению учебных заведений, не предоставляющих соответствующего обучения и занимающихся печатанием дипломов. Касымжумар Токаев поручил премьер-министру взять данную проблему на особый контроль. В принципе понятен подход. В области образования также поставлены важные задачи в плане повышения качества образования, в том числе высшего. Даны поручения даже премьер-министру по отслеживанию некачественных вузов. Я считаю, что это очень правильно, потому что работа над этим позволит поднять общий престиж казахстанского образования, позволит удержать сильных абитуриентов в Казахстане. Надеюсь, эта работа будет проводиться системно. Продолжаем выпуск. Аким Павлодарской области встретился с фермерами двух районов – Теренколь и Железинским, которые поделились своими прогнозами на урожай. Абулкаир Скаков также ознакомился с реализацией проектов по водоснабжению сел. В районе Теренколь глава региона побывал на полях нескольких крестьянских хозяйств – Лысов, Олегпаров, Алтай, Каманов и Вильгельм. Большинство фермеров посетовали на отсутствие осадков этим летом, отметив, что именно этот фактор повлиял на объемы урожая. На сегодня местные аграрии собирают до 10 центнеров с гитара, однако, по словам крестьян, приобретать пшеницу у них обещают по привлекательной цене. Акимобуси заострил внимание на необходимости сохранить имеющийся урожай. Важно вложиться в агрокетинические сроки. Главное – обеспечить качество урожая, вовремя все убрать и просушить пшеницу, соблюсти правила хранения зерна, сказал глава региона. На полях крестьянского хозяйства Олегпарова Былкоинскаков пообщался с механизатором предприятия Александром Кучуркиным, который уже 10 лет работает в КХ и управляет уборочным комплексом «Джон Дир». К сожалению, на селе ощущают нехватку механизаторов, которые могли бы работать с современными комбайнами. Глава региона отметил, что подготовка и переподготовка механизаторов могли бы стать одним из направлений развития технического и профессионального образования в области. Во Львовке и Акимобуси посетил детский сад, который построили за счет местного КХ Вильгельм. Проект обошелся меценату в 40 миллионов тенге. Сегодня яси, рассчитанный на 30 детей, посещает 24 ребенка от 2 до 5 лет. Также предприниматель Александр Вильгельм реконструировал простаивающее селе здание и открыл гостиничный комплекс. В Байконесе Абукерискаков посетил Дом культуры. В этом году по программе ДКЗ здесь провели капитальный ремонт. Сельчане рассказали, что довольны качеством ремонта. Глава региона напомнил, что именно жители должны давать оценку работе строителей и госорганов. Акимобуси побывал и в местном цеху по производству колбасных изделий КХ и Ларбек, где выпускают около 80 номинований, продукции и поставляют ее по всей области. В селе Теренколь Абукерискаков посетил детский дом, дом школьников, музыкальный школ и физкультурно-оздоровительный комплекс. Аким района Ернур Айткенов рассказал, что в райцентре в этом году отремонтировали 20 улиц. Осталось благостроить не более 3 километров внутри поселковых улиц. В следующем году их пообещали отремонтировать за счет районного бюджета. Козлтане глава региона проинспектировал строительство водопровода. Центральному водоснабжению готовы подключиться жители всех 107 дворов. Однако завершить проект, согласно документации, должны только в следующем году, когда будет установлена водоочистная станция. Абукерискаков раскритиковал такое планирование инфраструктурных проектов, жизненно важных для села. С такой же ситуацией столкнулись в селе Башмачное Железенского района. Проект по строительству водопровода здесь рассчитали на 13 месяцев. Подрядчик готов сдать объект уже в этом году, однако средства для этого заложены только на 2021 год. Акимовуси поручил рассмотреть возможность завершения проекта до конца этого года. Кроме нового водопровода в Башмачном ждут открытия обновленного дома культуры. На трассе Башмачное Озерное Аким Железенского района Канат-Кашкиров доложил о ремонте дорожного полотна. Проблемный участок, на который неоднократно жаловались сельчане, сегодня благоустраивают по технологии холодного ресайлинга. Это должно обеспечить прочность и сохранность дороги. В селе Валиханово Абылка и Рускакову доложили о реализации еще одного проекта. Пусконаладка водопровода, который обеспечит более 150 частных подворий и объектов центральным водоснабжением, планируют в начале октября. В середине ноября, как ожидается, сельчане будут получать качественную питьевую воду. Жители Валиханово попросили Акимовуси решить и другую проблему. В местном фельдшерском Акушенском пункте нет медработника. Предыдущий вышел на пенсию еще в конце прошлого года. Глава региона поручил решить проблему в месячный срок. В железнике Абылка и Рускаков посетил придорожный комплекс ИП Кукузов, который работает уже третий год, и пообщался с работниками колбасного цеха ИП Витковский. Также Акимовуси побывал в районном доме культуры, где в прошлом году провели капитальный ремонт по программе АУ Ель Бесеге. В актовом зале глава региона встретился с местными представителями этнокультурных объединений и волонтерами. Мы видим, какой огромный труд был проведен за эти 8 месяцев. И практически начиная не только классическая, допустим, ЖАСЛ Ель программа, участие, экологическая помощь, поддержка малоимущим, пшили вы маски, обеспечивали продуктами питания, расфасовку тем людям нуждающимся, людям с особыми потребностями, поддерживали, помогали семьям, врачам, работали на блокпостах. Эта работа, и самое важное, что эта работа проводилась настолько организованно и бесперебойно, что любой госаппарат, любой чиновник может позавидовать вашей самоорганизации. Поэтому я считаю, что на территории Павлодарского региона, в городе Павлодаре, в частности в Железинском районе, видно, что есть хороший, организованный дух волонтерства, волонтерское движение. Оно здесь поставлено на очень высокий уровень, и это говорит о том, что в последующем вам будет намного проще, намного легче, поскольку тот опыт, который вы получили сегодня, он вам поможет. Я уверен, что ваши ряды будут только пополняться. В Железинском районе Аблгарискаков побывал на полях нескольких крестьянских хозяйств – Агрокапитал, Алтанжер и Пахарь. Местные фермеры тоже обратили внимание на отсутствие дождей этим летом. Сейчас эти госпроизводители здесь с одного гектара получают до 11 центов пшеницы. ТО «Агрокапитал», помимо зерновых, на рожаемых участках выращивают картофель. Подприятие уже имеет контракт на поставку около 5000 тонн картофеля в популярную розничную сеть. Акимобуси отметил, что местным картофелеводам необходимо зарезервировать требуемый объем качественной продукции для внутреннего рынка на период межсезонья с января по апрель. Мурат Балмажит и это Сахпарат. Как реализуются государственные программы в городе горняков и энергетиков? В этом году по программе «Дорожная карта занятости» в Экибастузе капитально отремонтировали здание центральной библиотеки и школы. Подробности в сюжете. Здание библиотеки Экибастуза площадью 1700 квадратных метров построили в 70-х годах. За это время здесь проводили лишь текущие ремонты. А в этом году впервые провели капитальный по замене окон. Работы начались в мае и уже через месяц на месте старых появились новые оконные блоки. До ремонта в нашем здании был нарушен температурный режим. В здании ощущалось холодно, было холодно, некомфортно для наших посетителей. И вот благодаря этой программе мы надеемся, что у нас здание станет теплее, комфортнее и эстетический вид изменится нашего здания. По «Дорожной карте занятости» на замену окон затратили порядка 8 миллионов тенге. А на обновление книжной базы в этом году предусмотрели порядка 3 миллионов тенге. Всего в центральной библиотеке хранятся 85 тысяч книг. В год организация принимает порядка 11,5 тысяч читателей. Также по программе «Дорожная карта занятости» в городе Горняков и Энергетиков в школе номер 23 полностью заменили электрическую систему. Все алюминиевые провода заменены на медные, что улучшает безопасность нашей школы. Всего поменяли более 2500 ламп на светодиодные, что позволяет также экономить электроэнергию. Кроме того, во всех учебных кабинетах были установлены лампы над ученической доской, проведена замена выключателей, розеток, обновлены щитовые. Всего на эти цели из бюджета выделили свыше 42 миллионов тенге. Стоит отметить, что государственная программа «Дорожная карта занятости» не только содействует повышению уровня жизни граждан, но и помогает решить проблемы с безработицей. Вероника Вишневская, Айгерим Базамбаева, Амира Ерланула, Ертас Ахпарат из Экибастуза. В продолжении темы реализации государственных программ. В районах Павлодарской области успешно реализуется программа продуктивной занятости массового предпринимательства «Янбек». По ее третьему направлению повышение мобильности трудовых ресурсов в этом году в район Акула из трудоизбыточных регионов страны переехало 17 семей. Все они трудоустроены и обеспечены жильем. Кроме того, каждый член семьи получил положенное единовременное пособие. Аршин Серик вместе со своей семьей неделю назад переехали в район Акула из Алматинской области. Вместе с супругой они воспитывают троих детей. На сегодняшний день здесь есть жилье и работа. А в мае из южного региона в Павлодарское приортышье переехали родители Аршина Серика. «Здесь мои родители. Они переехали в Казантайский сельский округ, занялись животноводством. Мы последовали за ними, чтобы быть ближе друг к другу». Терпение и труд все перетрут. Самое главное – не сидеть сложа руки, отмечает глава семейства. Несмотря на то, что семья переехала совсем недавно, для них уже готовы рабочие места. Аршина трудоустраивает в местный дом культуры оператором, а его супругу – швеей. «Раньше до переезда я работала костюмером в Доме культуры имени Малыкбая района Аксу Алматинской области. По профессии я дизайнер. Уже по приезду сюда буду также работать в своей сфере. Конечно же, довольна, потому что люблю то, чем занимаюсь». Новоиспеченным жителям Акулы выдали трехкомнатный дом, подключенный к централизованному водоснабжению. Всего в планах по программе «Ембек» в эксплуатацию сдать 9 домов – это 18 квартир. На эти цели из республиканского бюджета было выделено свыше 15 миллионов тенге. Одна квартира обошлась в 8 миллионов 400 тысяч тенге. «По программе внутреннее переселение с южных регионов к нам переезжают молодые специалисты. На следующей неделе ждем с Чимкента переселенцев. Там также молодая специалист, медработник. Мы ее тоже устраиваем в центральную районную больницу в село Акула». «В текущем году прибыло 17 семей, 72 человека, в том числе 11 семей, 42 человека из южных регионов страны. В прошлом году у нас переехало 34 семей, 158 человек. И вот связанная с пандемией, на данный момент у нас количество семей немножко снизилось. Но думаем, что до конца года мы план свой выполним и дальше доработаем». Всего с начала реализации программы по переселению из трудоизбыточных регионов страны в район Акула переехало 108 семей. Это порядка 500 человек. Вероника Вишневская, Айолом Рахимжанова, Амир Ерланула, Ертас Ахпарат из района Акула. В силу вступило обновленное постановление главного санитарного врача Павлодарской области. Согласно документу, с 31 августа разрешены междугородние и межрайонные автобусные перевозки. Начинают работать библиотеки и музеи. Подробнее о послаблении карантинных мер в следующем материале. С 31 августа разрешены также индивидуально-групповые репетиции не более 30 человек. В выходные дни теперь будет курсировать общественный транспорт. Но, как отметил главный санврач региона, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации разрешение будет отменено. Театры также, кинотеатры остаются, концертные залы, высадки остаются пока под запретом. Разрешена деятельность в сегодняшний день религиозных объектов, но без соблюдения, без проведения коллективных мероприятий. Также разрешена деятельность бассейнов. С нового учебного года разрешается также работа школ с количеством от 5 до 180 человек с численностью в дежурных классах до 15 учащихся. Разрешено проведение совещаний, заседания в очередном режиме по деятельности специально специализированных организаций, специальных школ и интернатов для детей с особым образовательными потребностями. Также разрешена деятельность школ и интернатов общего типа. Запрещается работа кинотеатров, караоке-баров, кальянных, боулингов, ночных клубов, компьютерных и игровых клубов. В выходные и праздничные дни ограничения будут распространяться по-прежнему на работу торговых домов, непредовольственных и предовольственных крытых рынков, салонов красоты, различных спа и фитнес-залов, бассейнов, саун, а также аттракционов на открытом воздухе и религиозных объектов. К другим новостям. Сегодня 1 сентября более 4,5 тысяч первоклассников Павлодара переступили пороги школ. Их знакомство с обителью знаний начиналось как в песне со школьного двора. Там же с учетом карантинных требований была проведена линейка. О самом запоминающемся дне знаний расскажем далее. Всеми любимый праздник в учебных заведениях прошел и вправду по-особенному. Первоклассники в масках стояли на безопасном расстоянии друг от друга. Их родители с трепетом и волнением наблюдали за тем, как их дети знакомятся со школой. Да, важность линейки такого формата для первоклассников неоспорима. Надо сказать, что большая часть учащихся начальных классов школ Павлодара изъявили желание учиться именно в обычном режиме. Если брать учащихся начальных классов, у нас 63% учащихся или более 14 тысяч учащихся изъявили желание обучаться в штатном режиме. Остальные 37% будут обучаться в дистанционном формате. После линейки у первоклассников состоялся классный час. В кабинетах у них прошел первый в жизни урок. С началом учебного года первоклассников СОЖ номер 43 поздравил директор Каиржан Молдобеков. Он рассказал нам, что этот год примечателен для учебного заведения появлением класса с казахским языком обучения. В этом году в соответствии с программой развития образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы мы открываем в этом году первый класс с казахским языком обучения, то есть с государственным языком обучения. Для нас это большое достижение. Педагог с 21-летним стажем Анна Коптелова рассказала, что реализация учебного и воспитательного процесса имеет большое значение для любого учителя, и поэтому они стараются проявить все свои знания и профессионализм. Конечно, чувствуем всю ответственность, которая ложится на школу, поэтому мы, конечно, встречаем детей с трепетом. Но мы помним о том, что для каждого ребенка должен прозвенеть тот час ученичества, который его сделает настоящим гражданином Республики Казахстан. Юлия Лиховит, мама ученицы первого А-класса, рады. Своих эмоций не скрывает. Она призналась, что испытывает такие же волнительные ощущения, как когда-то в своем детстве. Мы с моей дочерью Рады ждали первого сентября. Каждый день она ждала, собирала рюкзак себе, готовила свои вещи, смотрела. Мы рады, что дождались. Этот момент настал уже. Отметим допустимую вместимость кабинета во время обучения в дежурных классах 15 человек. Рината Дулкаюмов, Амир Ерланова, Ертасахпарад. А в следующем сюжете мы хотим рассказать вам о доброй традиции, которая ежегодно радует школьников при Эртышья. Магазин «Нуркаев» поздравил учеников Павлодарской области с началом нового учебного года, подарив им наборы с канцелярскими товарами. Кайрадбек Нуркаев, директор магазина канцелярских товаров. День знаний для всего коллектива – особенный праздник. Добрую традицию дарить школьникам канцелярские товары, кто в этом особо нуждается, завели 15 лет назад. И этот год не стал исключением. Всех поздравляю. Во-первых, с начала школьного года, конечно, в этом году тяжело, с пандемией. Тем не менее, мы нашли время собрать все, чтобы сделать маленький праздник для детей. По возможности. Чтобы они хорошо учились и были достойны граждан нашей страны. Среди получателей подарков от магазина «Нурка» и школьники из социально уязвимых слоев населения. Все они безмерно рады такому вниманию и искренне благодарны. Мы инвалиды общества женщин Мольдер. Каждый год нам Кайрат Калевич помогает. Каждый год приходит, приглашает нас, наших детей, не забывает. Спасибо большое. Я вчера еще не знала, что такое школа и себе не представляла, что это такое. Кроме этого, вниманием руководства не обделены и сотрудники самого магазина. Для каждого, в чьих семьях есть школьники, предусмотрены сертификаты на приобретение канцелярских товаров. Обеспечивают ими и нуждающихся внуков тех сотрудников, которые находятся на заслуженном отдыхе. Вероника Вишневская, Юрий Белевский, Ертасахпарат. А в данной области, в нашем регионе есть свои результаты. Совместная работа антикоррупционной службы, местных исполнительных органов и общественности дает свои плоды. Одним из таких примеров является разработанная дорожная карта по противодействию коррупции, включающая план профилактических мероприятий, общественный мониторинг и другое. Цель – открытость и доступность государственных органов в создании условий для граждан. Для эффективного формирования нулевой терпимости коррупционной деятельности в городах и районах области назначаются внештатные советники Акимов по противодействию коррупции. Хочу отметить, что руководитель проекта Новосибирск Садал-де-Каланэ и Резалей Гисадыков также является внештатным советником Акимов области по вопросам противодействия коррупции. С учетом того, что в районах имеются сельские населенные пункты, многие из них крупные, мы предлагаем, чтобы в акиматах сел и сельских округов определить их штатных помощников из числа жителей, пользующихся наиболее авторитетом и уважением среди жителей данных населенных пунктов. Проектный офис Ерта Садал-де-Халана действует не первый год. Он является своеобразным мостом между населением и госорганами. Жителям региона неоднократно оказывалась помощь, особенно в пик чрезвычайного положения в стране, когда возникали недопонимания с медицинскими организациями. Существует и информационно-просветительский штаб, представители которого проводят регулярные выезды в населенные пункты и онлайн-конференции с жителями области. Валерия Степчук, Ерта Сахпарат. Наступил сентябрь, а значит пора готовиться к отопительному сезону. 15 августа в Павлодарской области стартовал месячник пожарной безопасности, который пройдет в два этапа. Первый – организационные мероприятия для профилактики пожаров в жилом секторе, второй этап по подготовке к отопительному периоду. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят подворовые обходы, где отдельное внимание уделяется готовности приборов отопления к эксплуатации, их проверка на неисправность и аварийность. Подготовку к отопительному сезону нужно начинать уже сейчас, а жителям частных домов следует проводить ее заранее для того, чтобы избежать случаев пожаров. По итогам отопительного периода мы имеем снижение почти по всем показателям это количество пожаров, ущерба, гибель людей, травмирование при пожаре, снижение идет по всем направлениям, но, к сожалению, мы имеем в два раза увеличение количества отравлений угарным газом без пожара. Это все причины в основном являются печью отопления, неисправность, забитый дымоход, трещины и самоэксплуатация печи. Профилактическая работа ведется также со всеми семьями, относящимися к социально уязвимым слоям населения. За счет неправительственных организаций и Акиматов с 2018 по 2020 годы установлено 480 датчиков угарного газа. Газ без цвета и без запаха. Обычному человеку вряд ли удастся его своевременно обнаружить, а вот датчик быстро реагирует сигналом на малейшее его появление. Благодаря установленным устройствам в Павлодарской области были спасены две многодетные семьи. Валерия Степчук, Яртус Ахпарат. 3 октября завершается период обмена банкнот номиналами 2, 5 и 10 тысяч тенге образца 2006 года. Обменять их можно в филиалах Национального банка. Подробнее об этом в следующем сюжете. Павлодарский филиал Национального банка Казахстана напоминает, что уже в начале октября 2, 5 и 10 тысячные купюры старого образца нигде нельзя будет обменять. Поэтапная замена и изъятие банкнот началась еще в ноябре 2016 года. После завершения 3 октября 2020 года срок обращения данных банкнот в филиал Национального банка перестанут принимать и обменить их на действующие банкноты. До этой даты банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах Национального банка. Специалисты также напомнили, что имеются и памятные банкноты номиналом 2 и 5 тысяч тенге, которые схожи с купюрами 2006 года, но являются действительными. Данные банкноты, они друг на друга похожи. Единственное, это выпущенные банкноты, посвященные седьмым зимним азиатским играм в Республику Казахстан. Отличия от них расположены снежинкой, интаглопечать, а также оборотная сторона, на которой на памятной банкноте расположен лыжник летящий с гор и старая банкнота образца 2006 года. Также и с пятитысячными купюрами банкнота 2008 года была выпущена к 15-летию введения национальной валюты Республики Казахстан. Внизу купюры изображена летящая птица. Саби Драхимбайду, Сымбек Тухай, Ертый Сахпарат. Новый учебный год открывает и наш новый телевизионный сезон программы «Первая студия». О новом формате обучения школьников расскажет руководитель управления образования области Данислам Булатханула. Вы можете отправлять свои вопросы на WhatsApp номер 7702 809 8399 и мы обязательно озвучим их. Смотрите «Первую студию» сразу после выпуска новостей в 19.00. И к этому часу пока все. Оставайтесь на телеканале ЕРТЭС. С вами была Вероника Вишневская, сурдоперевод Айнур Исиной. До встречи в следующем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok